МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаешь, полная... Знаешь, как в студии полная бурда. Знаешь, и вообще, классно было бы вот в таком стиле. В абсолютной непринужденности. Когда я на права гостя ползу, на ноги хотя бы. Нет, они пока запустят камеру. Представляешь, что такая передача начинается, чуваки такие уставшие. Все. А что, уже пишут? Пардон. Все равно это поезжают. Добрый день, дорогие друзья. Мы снова лицом к людям на 21-м канале. Немножко так сбивчиво началось. Но я думаю, мы подрежем начало, и все будет хорошо. А сегодня у нас в студии полнейшая бурда. Вернее, поэт, лирик, композитор. Андрей Бурда. Андрюша, здравствуй, мой дорогой. Здравствуйте, Александр. Ты знаешь, Андрюшка, вот есть высказывание, мудрейшее высказывание, что человек, каждый человек обращается к мудрецам, к поэтам, к каким-то экстрасенсам, с тем, чтобы задать самый важный вопрос своей жизни. Но не для того, чтобы получить ответ на самом деле, а для того, чтобы начать искать самому этот ответ. Вот скажи мне, пожалуйста, вот наше время, вот оказалось, что сейчас, именно сейчас, вот на эти числа человечество совершило квантовый прыжок в новое измерение, в новое восприятие мира. И сейчас наши мысли, мысли, которые вот у нас, мысли, мы о чем-то думаем, ты думаешь о чем-то, да? Бывает. Обычно да. Обычно думаешь, да. И вот, если мы что-то захотим, оно сразу появляется. И наш случай, который нас свел с тобой, и является тому прямым доказательством. И подтверждением. И подтверждением. Ты подумал о нашей передаче, и в этот момент я захожу в то место, где ты работал и находился в этот момент. И вот тебе здравствуйте. Как ты к этому относишься? Скажи мне, пожалуйста. Ну, я думаю, что это абсолютно так и есть, потому что мысли действительно материальны. И наше с вами знакомство, и встреча, и мое попадание сюда, наверное, является очень явным примером. А вообще по жизни, особенно в последнее время, кстати, я не знал, начало того, что именно сейчас что-то произошло. Квантовый, как вы говорите? Квантовый прыжок или скачок. Вот в чем дело. А я думал, что очень много действительно случается именно таким образом. Подумаешь, и вот. Самое интересное, когда я тебя узнал, впервые, это было 19 января, я первый раз тебя увидел. 19 января, действительно. Да, 19 января, на крещение это было. Все, понимаешь, как причудливо складывается. Тебя знает весь город, о тебе говорят, чуть ли не мои соседи, со мной в лифте, говорят, о, вы встречались с Андрюшей, оказывается, твоя дочь учится в театральном лице, я тебе ничего не знал. И в интернете о тебе ничего не известно. И давай мы тебя сейчас откроем, как вот эту книгу, да? Открываем книгу, первая страница, Андрей Бурда, человек, которому 33 года. Будет летом. Летом. Кто ты по гороскопу? Я Рак, но я как раз на распуте Рака и Льва. О, мутант. Мутантированный такой. Как бы получается. Скажи мне, а образование какое получил? У тебя есть высшее, но среднего нет. Ну, среднее образование школы, один из классов, и я менеджер-экономист. Менеджер-экономист. Да, но когда меня спрашивают, что мне дала академия, потому что надо признать, что склад все-таки ума у меня не менеджер-экономиста. Вот, я всем говорю, что академия мне дала в жизни две таких очень важные вещи. Это жену и ребенка, потому что по окончанию академии у меня уже все было. Ух ты, тебе три штуки было, да, получается? Диплом, жена, ребенок. Да. Молодца. Кстати, вот тот самый ребенок, который сейчас учится в театральном лицее. Ага, в каком классе учится? В пятом классе. В пятом классе. Нравится ей? Очень. Очень. Это было ее желание, потому что вначале она пошла в другой лицей, уточилась там год, в первом классе, ей было 7 лет, и в конце она мне сказала, папа, я хочу в театральном лицее. Очень осознанно, прямо так уверенно. Какие у тебя отношения с твоей дочерью? Ты ее контролируешь, наставляешь или вы живете как? У нас все строится на дружеских. На дружеских и таких нежных очень отношениях. Ты помогаешь ей осознавать этот мир и направляешь, не заставляешь. Ну, это как-то происходит само вот с тобой. Я слышал, опять же, по слухам, все по слухам, Андрюшка, что ты какое-то время жил в монашеском монастыре, в ските, да? Ну, какое-то время, это три недели, и мне тогда было 17 лет. А что подвигло тебя туда пойти? Когда мне было 16, вот 16-18 лет, как раз этот возраст, я заканчивал 11 класс и устроился работать по окончанию школы на лето. Механиком мы чинили газопараты в городе, знаете, такие 50-25 бань. Стаешь и получаешь стакан воды. Ух ты! Да, вот такое чудо техники. Это старые аппараты, советские? Они советские, в общем, да. Газовода? Газовода, да. Ну, а я их ремонтировал, и у меня был очень интересный директор мой. Мы с ним часто разговаривали на темы религиозного характера. Я не был ни от ИИС, но я просто не призадумывался никогда на вот эти все вещи. А он был человеком верующим. И он мне как-то говорит, Андрюш, хочешь поехать в командировку за счет фирмы? Я говорю, конечно. Куда? Он говорит, в монастырь. Я говорю, хорошо. Я поехал в монастырь, три недели провел там. А чем занимался? Чинил аппараты? В монастыре? Нет. Я был на послушании. То есть мы вставали с утра. Утренняя молитва. Там завтрак, трапеза. Потом мы в поле что-то сажали. Помню. Но ты в Бога веруешь сейчас? Да. Да, конечно. Веришь, что он есть? Да. Причем это очень очевидно, мне кажется. Очевидно? Да. Мир открылся? Ну, это... А скажи мне... Да. Ну, вера в Бога. Да. Это пришло. Пришел момент такой. А стихи когда пришли? Вот, кстати, то примерно и время. Лет 16-17 я начал писать свои стихи. Но к стихам вообще у меня отношение было, наверное, класса с пятого. В детстве я очень сильно заикался. Но когда я читал стихи, я абсолютно чувствовал себя комфортно. И моя речь была ровная. То есть я интуитивно... Мне нравилось ощущать мелодию стихотворения. Я примял участие в разных конкурсах. Вот. Читая стихи. Да. А писать начал вот на лет 16-17. Как-то так сразу... Все сложилось, да? Да. Все сразу началось писать. Не открылось там что-то. И так раз у тебя, что ты перестал заикаться, стал светлым человеком таким. Ну, я темным самым-то не был. Не был. В детстве, да? Учился так, прямо скажем, не очень хорошо. Но и дождик ко мне был тоже. А вот скажи мне, ночью тебе во сне снятся сны? Да. Сны, сны, сны. А стихи? Вот, стихи. Извини, стихи. Сны всем снятся, а стихи? Ну, я... Как приходят стихи тебе? Во сне? Нет? Вот я хочу сказать, что у меня есть несколько стихотворений, которые пришли именно таким образом. То есть я просыпался уже со строчкой и с ощущением этого стихотворения. То есть оно... И я вставал, и дописывал там. Вот приходило подстрочно. Вот. А бывает... Да просто вот так вот. Не с того, не сего. Строчка приходит. В тонкой все. И вся вселенная упирается туда. Моя. И я пишу. Это может продолжаться по-разному. Может даже несколько... А вот как тебе обстановка сегодняшнего бытия мира? Можешь в стихах ответить? В стихах? Есть какие-то заготовки? Ну, вы знаете... Мне трудно судить о бытие мира. Потому что мое творчество, оно все-таки... Нет, ну тот мир, который с тобой соприкасается. Вот с тобой соприкасается мир какой-то, да? Да, вы знаете, я, пожалуй, могу прочесть. Ну? Небольшое стихотворение, которое называется «30 лет», кстати. Сейчас, подожди. Заказ. Что будешь? Водичку без газа, если нужно. А я тоже водичку без газа с лимоном. Хорошо. Двое водички с лимоном без газа. С лимоном, да, я тоже подумал, что... С лимоном, все-таки с лимоном. То есть водичка без газа с лимоном. Да, с лимоном. Ну, давай, стихотворение. Полчаса до 30. Время. Каплями дождя. Первым гостем постучалось. Молча село у окна. Проскинулось в секундах. Полчаса, как 30 лет. Незаметно пролетели. То ли были, то ли нет. Обняло, как на прощание. С днем рождения, Андрей. Вот тебе подарок. Память. Там найдешь, чего нужней. Протянуло сверток в душу, если в книге. Что сказать? Детство там, любовь и дружба. Эпилог не разобрать. Да, еще открою тайну. Слух, что я быстрей пойду. Развивают на прощание неимевшие мечту. Но послушай, как же. Поздно. Время улыбнулось. И... Неужели все возможно? 30 лет. Пора идти. Я могу сказать, браво. Ну, уже 33 тебе. Вот-вот. Да, ну вот. Очень быстро полетели, кстати, 3 года. Хотя, прям, так скажем, очень разнообразно. Скажи мне, разнообразно. Есть что вспомнить, да? Да. Есть что вспомнить. Хватает впечатлений для песен и стихов. Скажи мне, вот как ты считаешь, человек может управлять временем своим? Своим временем может ли он управлять? Твое мнение. Я думаю, что человек может ценить свое время. Ценить. А значит, в какой-то степени управлять. Управлять. Потому что, когда мы ценим, я думаю, что его у нас немножко больше времени. Бывает так, что время, знаете, прошел день-два, а что было, не помнишь. Не помнишь. Да. Вроде как и не было. Потерял, значит, с одной стороны. Ну, что-то откладывается, однако, знаете, я думаю. Помнишь, такое в 12 стульях, по-моему, у Стапа Бендера было, когда я проснулся, я ночью написал стихи. Я помню чудное мгновение. А утром понял, что эти стихи написал для меня Пушкин. Какой удар со стороны классика. У тебя бывало такое в жизни, что вот ты написал что-то, это называется, это ничего страшного в этом нет. То есть это не плагиат. Не плагиат, да. Но тебе пришло. Раз. Где-то оно витало в информационном поле. В отношении слов, поэзии, нет, такого не было, потому что при всем разнообразии тех стихотворений, которые есть в мире, все равно рождается что-то такое совершенно новое. Но в отношении музыкальном, так случилось, что я и песни пишу тоже. И могу сказать, что первые песни, они очень отличались стилистически, они были очень похожи на песни Александра Яковлевича Розимбаума. Потому что в 16-17 лет. Да, ты молодой, красивый, перспективный. У меня попала кассета. Вот, кстати, в то время, когда мы работали и чинили аппараты, брат мой, мы вместе работали, вот он говорит, на, послушай. И мы вот слушали, я услышал Александра Яковлевича. Учили меня, отец мой и мать. И надо сказать, это был для меня... Первый толчок такой, да? Просто шок, да, то есть я... А какая им больше всего песня понравилась? Или... В то время... Они нравились тебе, да? Ну, нет, ну, наверное, я помню, еще сильное впечатление произвела песня «Мастер Маргарита». Александра Яковлевича, она такая не особенно известная. А я, да, я что-то не помню. Ну, она такая, ну, в общем... Она еще в такой записи была очень... Да. Шуршащая. Ну, сразу в сердце. Потому что творчество, оно сразу, это такое прямое попадание в душу. Вот. Ну, и какие-то там, наверное, может быть, «Вальс Бастон», «Нарисуйте у меня дом». Вот. Поэтому первые песни, они отличались игрою и вообще стилем. Были же похожи на Александра Ключа. Вот. А потом как-то вот стало потихонечку приходить свое. Угу. Как? Вот я хочу задать тебе вопрос. Приходить свое. Ну, вот для чего тебе приходят стихи? Это какое-то послание людям, да? Какая-то забота о людях, да? Какое-то... То есть, твои переживания. И вообще, нужно вообще поэту заботиться о людях? Вообще о человеке. Вот человеку заботиться о других людях. Нужно вообще это делать? Как ты думаешь? Вы знаете, вы должны заботиться о тех, кто находится рядом с вами. А что я? Я ничего не должен. Иосиф Александрович Бродский, очень мною уважаемый, один из моих любимых поэтов, поговаривал, что всякое творчество направлено в ухо Всевышнему. В ухо Всевышнему. Это... То есть, оно о любви. А творчество, даже если вы не пишете конкретно про любовь, если это у вас не лирика, там, скажем, какая-нибудь песня, другого направления. А в ней все равно должна быть заложена любовь. И когда это так, то она направлена, в принципе, к Богу. Вот. А я думаю, что все мы очень сильно связаны. У меня стих на этот счет, кстати. Давай. Давай. Хорошо, что наша... Я не осуществлял никакой программы, то есть... А мы... У нас все спонтанная вещь, понимаешь, что у нас передача бурда... Бурда у нас в студии. Значит, какие сценарии, о чем вы говорите, да. Нам остается немного радоваться и любить. В каждом прохожем, похоже, общая с Богом нить. В переплетении судеб добра через край и зла. Пусть же в тебе пребудет, как благодать, мечта. Да, и любовь с надеждой, куда нам без трех сестер. Жизнь сохраняет нежность. Стоящее выше слов, религий, культур, традиций. Меня без нее, всех нас. Пришедших, чтобы исцелиться, покуда не пробил час. Я думаю, я ответил на ваш вопрос, да? Да. Да. Да, он пришел. Он, конечно, упирается в любовь к ближнему, я думаю. А вот скажи, вот бытует такое мнение, что у поэта обязательно должна быть неразделенная любовь, чтобы он страдал, и без этого нет вдохновения. У тебя же все нормально в этом направлении. Любовь есть? Конечно. А неразделенная? Все было в жизни. А, все было в жизни? Конечно. Жизнь, она же такая, знаете, полноценная. Полноценная, да? Да, у меня полноценная жизнь. Вдумный штанг, вдумный. Все как полагается. Все как полагается. Потому что для того, чтобы писать, я думаю, нужно полноценно жить. Тогда оно получается по-настоящему, и тогда получается вот это вот попадание. Которое, я думаю, очень нужно все-таки людям. Я тоже читаю других поэтов постоянно. Я больше читаю поэзию, чем прозу. Тебе нравится вот этот ритм, да? Вибрация, вот эта вот музыкальность, да? Стихотворение, музыка. Я думаю, что отчасти да, но, понимаете, поэзия, она ведь там в одной строчке может быть заложена целая вселенная. Понимаете, то есть я посредством поэзии нахожу ответы на свои какие-то вопросы и нахожу вопросы. Ведь, понимаете, очень важно задавать себе самому правильные вопросы. Понимаете, что я делаю? И для меня поэзия является тем самым, в общем-то, средством выживания, конечно, и скажу, но... Просто мне рассказывали, что вот на одном из твоих выступлений, концерт громко сказан, на выступлении были иностранные гости, которые приехали на фестиваль театральный, особенно делегации из Израиля, которые ничего вообще не понимали в русском языке. Им пытались что-то переводить, но они успокоили своего переводчика и слушали вот эту вот мелодику твоих стихов. У тебя что первое приходит? Музыка либо слова? Если мы сейчас говорим о песне? Нет, не о песне, о стихах. О стихах? Музыка и стихах. Это вы хорошо заметили, Александр. У меня бывает такое, приходит мелодия. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на, если бы я... Это на этот ритм я положил стихи. К примеру, я сейчас не могу сейчас положить. Я вам скажу так. Не поэт ли я? Оно приходит одновременно. Одновременно и в стихах, и в песне. Потому что если мы говорим о песне, то у меня приходит первая строчка всегда с мелодией. И концепцию самой песни я уже чувствую в момент написания дальше. То есть, когда я пишу куплет, я не знаю, какой будет припев, как он будет звучать, понимаете. А когда я, к примеру, пишу стих, то ко мне приходит строчка и ощущение, а такое ощущение, что стих уже готов, и нужно просто его собрать. Ты пазда, да? А скажи, на заказ ты пишешь? Нет. Опа, отлично, хорошо. Я даже, в моем случае, это невозможно, понимаете. Мне обязательно нужно пережить то, о чем я пишу. А вот, опять же, поэт должен быть, как и художник, голодным. Но ты как к этому относишься? Должен быть голодным поэт с неразделенной любовью, весь комплекс. Как приходит первая строчка музыка, ты собираешь стихи, так и тебе должен быть полный комплекс вот этих всех лишений. Я думаю, что поэт, как и любой человек, по возможности должен быть счастлив. Что там составляет его счастье? Ну, я не наблюдал поэтов, которые бы стремились за деньгами, материальными благами. То есть, это все здорово, это хорошо, это отлично, но это не, знаете, первая цель. Ну, знаешь, есть такой момент, допустим, когда в кармане у тебя лежит пресс-денег, легче пишется? Скажем так, мне комфортно, когда у меня в кармане лежит пресс-денег, но на творчество это вообще никак. Оно либо есть, либо... А самое твое любимое стихотворение? Вот есть какое-то любимое стихотворение, которое вот так, бам-ц, и пришло тебе? У меня есть любимая роль, допустим, моя старинная, да, я уже ее 25 лет играю, и с каждым годом все ближе-ближе к этой роли подхожу. А у тебя любимое стихотворение есть? Я не могу сказать, что любимое, но стихотворение, которое я чаще всего пересчитываю про себя, помимо новых стихотворений. Знаете, когда я пишу новые стихотворения, я весь в нем. Все мои другие стихотворения... Они отсутствуют? Да, ну вот, а стихотворение, которое я периодически, потому что я и со своих стихотворений тоже понимаю многое, понимаете? То есть я могу написать стихотворение, а потом со временем... Понять, ну боже, кто написал, а кто, кто поэт, кто это написал? А, это вы написали, ну да, и доходят до тебя. Какие-то вещи открываются, знаете, вот, это стихотворение называется «Время поэтов». Я вообще считаю, что у нас сейчас очень интересное время, и сейчас огромное количество потрясающих, молодых, гениальнейших просто людей, которые пишут потрясающе. Ну, один передо мной сидит. Давай так, остановимся на тебе. Давай, время поэтов. И нас все время окружала тишина. Через закрытые глаза стучалась в души. Мы наполняли музыкой сердца, все отдавая, кроме права слушать. Ночных вокзалов дымчатую вязь, слегка подернутую серостью разлуки. И эту мрачность тамбуров и грязь, что часто к нам тянула свои руки. Так разрешите впредь рассинять это хмурое небо и гореть без остатка, гореть, оставаясь во тьме частью света. И среди прочих имен не позвольте забыть ее имя, ведь между мною, добром и злом без него ничего не выйдет. И чтоб до срока жизни расплескать, и чтоб в падении помнить о полете нас приучали ни к чему не привыкать. Все забирая, кроме чувства ноты. Мы знаем точно, как звучит любовь. И между строк нащупываем смысл, а тишина лишь нами норивает кровь, чтоб ты себя отчетливее слышал. Слушай, ну, браво. У тебя очень... Очень такие... Вот я специально сперва закрыл глаза, потом сосредоточился, почувствовал. Они очень иллюстративные стихи у тебя. Я сразу конкретно представил и вагон прокуренный, и бычки, и как я падаю, и как я... Это просто прожито. Я одно время жил в России, и каждую пятницу я ехал с Москвы в Питер, и потом в воскресенье ехал в ночном козе, в воскресенье ехал с Питера в Москву. И мне абсолютно не спалось. Я выходил в этот тамбур, курил там, в то время я курил. И это прожито, понимаете. А как ты относишься к таким философским понятиям жизни-смерть? Для чего не человеку? Я думаю, для того, чтобы найти в этом промежутке между первым и вторым себя и... Ну и что-то, наверное, постичь все-таки. А вообще веришь в вечную жизнь, что человек бессмертен? Уверен в этом. Уверен? Вот какая-то уверенность у меня в этом. Есть. У меня есть некоторые песни... Безысходности нет? Нет края, да? Нет. Нет. Думаю нет. А что ты хотел сказать? У тебя есть повод какое-то стихотворение? Да, есть стихотворение, которое вот в нем и еще в некоторых других... Просто лейтмотивом многих моих стихотворений и песен служит ощущение того, что мы здесь не просто прожили и ушли, и никуда. Понимаете? Вот. И я думаю, я очень верю в слово, которое приходит. Мы тоже верим в слово. И, друзья мои, буквально через пять минут мы вернемся в студию после рекламной паузы. И Андрюша нам расскажет о силе слова. Дальше. Оставайтесь с нами на 21-м канале. А, мы... Простите. Ну, подрежьте, да? Мы возвращаемся в студию, дорогие друзья. И, как я обещал, Андрюша прочитает нам стих, который отвечает на многие философские вопросы. Первый вопрос – бессмертие. Для меня, во всяком случае, отвечает. Еду лечить мне любовь туманами рванными. В зиму без снега и солнцем обделенные дни. Ну что, город детства, встречай, извини, не обрадую. Не собрал, не скопил, ни заслуг, ни наград. Лишь стихи. Как ты живешь, расскажи лучше, друг мой единственный. Судя по трещинам улиц, прибавилось лет. И где же наш конь цыганских кровей, седлом не обиженный, тот, что в сердце твоем когда-то оставил свой след. С Рождеством Христовым поздравляю. У церквей твоих послушников стою. Лишь в тебе себя я понимаю, а понимаю, значит, все еще живу. В параллелях с бесконечностью сойдусь. Жизнь отцов не прекращается на смерти. Дай-ка я по тропам их пройдусь. От старой крепости до новой церкви. Станет понятным все то, чем живу, все, чем дышится. Станет неважной моя очень важная боль. Где-то на том берегу мне мерещились истины. Да, видимо, здесь свой копчег пришвартовал мной. Не обломки еще я, еще и признание женщины. Не в наскальных рисунках достаточны будут слова. А на мать ей понятнее, где сочетаются трещины, на руинах которых я снова увижу себя. Браво. Молодец. Молодец. Ну, видишь, я не ошибся в тебе, что пригласил тебя на передачу. Ты действительно очень удивительный человек. Ну, продолжаем копаться, рыться в тебе, как, знаешь, как... Замечательный анекдот, недавно услышал. Семочки, обнаруженные в пижаме больного, не дали возможности хирургам оторваться, и больной умер на операционном столе. А мы продолжаем копаться в тебе. В хорошем смысле этого слова. Я, кстати, пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность тем людям, которые, абсолютно не зная творчества моего, при этом зная меня, принимали и принимают приглашение на мои выступления. И приходят туда с семьями и с друзьями. Вы знаете, это... Так довериться может быть не каждый. Ну, ты знаешь, вот та женщина, которая зашла со мной в Литв в моем же доме и сказала, что в воскресенье идет на твой концерт, я ей задал вопрос стихи, зачем. Получил гениальный ответ. Душа требует. Иногда душа требует прекрасного. А прекрасного у нас пока сейчас... Оно есть. Оно всегда в избытке, но... Просто много отвлекающих моментов. Да, очень много отвлекающих моментов. Посмотри, есть вот такое мнение, да, есть такое, я не знаю, утверждение, что человек с богатой фантазией, воображением к его ногам ляжет мир. Как у тебя с воображением? Что творится у тебя здесь? Ну, я... Чем пишешь? Этой или... Головой нет. Голова не принимает участие в описании. Ты ее ставишь в тумбочку и садишься и пишешь. Потому что она здорово отвлекает меня. Частенько я публикуюсь на разных интернет-порталах там. И бывают люди такие, которые, знаете, они очень разбираются, знаете, в поэзии, в том, как вот устроено, как устроено должно быть стихотворение. Алгоритм, Яндекс, Хорей. Да, и у меня может быть стишок такой, скажем, на 8 строчек. И там на 6 листов... Комментарии. Комментарии. Он объясняет, что так писать нельзя, потому что, и начинает объяснять. Я абсолютно... То есть у меня, если вы обратили внимание, стих может быть где-то неровный, например. Да, я обратил внимание, где не попадать в риск. Но я давно понял, я когда пишу, я абсолютно верю тому, что меня ведет. И вот получается то, что получается. Есть какие-то составляющие, вот, чтобы написать стихи, вот, как, ну, вот, я не знаю, как оно рождается, вот, стихотворение. Мне в свое время нужна была музыка, да, мне одно время сказали, что, Саня, ты рэпер. Вот включается ритм какой-то, и я под ритм... И надо дать одно слово, да, к примеру, стакан воды с лимоном. И пошли тандра, 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 стакан с лимоном, я позаказал, тандра, тандра, Андрей, Андрухи, я что-то там сказал. Я не знаю, но начинается, да, вот такой вот момент, не обо мне сейчас. Есть ли у тебя какие-то составляющие? Лично про себя скажу. Лично про себя, а мне другого никто не нужен, в принципе. И я думаю, что это мнение многие поеда со мной, музыканта разделят. Составляющая, по сути, как и в жизни вообще, одна. Любовь. Любовь. Все. Все. Что нужно для того, чтобы что-то сотворить. Даже ребенка, например, с ней. У тебя очень искренная и светлая улыбка. Ты вот когда... Я опять же не был на твоих концертах. У вас есть шанс. У меня есть шанс, я пойду обязательно. Кстати, где-то можно услышать концерты. Кстати, чаще всего я выступаю в заведении, которое называется кофемолка. Кофемолка. А, кофемолка. Заходите. Ну, обычно это по воскресеньям, да? Обычно это по-разному. Ну, в данном случае, в ближайшее будет воскресенье. Ага. Ну, хорошо. Хорошо. Кстати, с недавнего времени мне сфартило в жизни. Сфартило? Сфартило в жизни, я считаю, да. И в кофемолку теперь я не только даю концерты, но еще я беру там кофе. О, ты варишь кофе еще. А варить кофе в кофемолке, я думаю, это все равно, что петь где-нибудь в филармонии какой-нибудь... В ласкало петь. Да. Петь в ласкало, да. Потому что, да, там столько рецептов этого напитка, они своеобразные. Да, нужно и любить, и уметь. Прекрасно. Скажи мне, вот, совсем уже, знаешь, у меня смешалось все, и рифма, и музыка, и стихи, и бессмертие, песни. Вот, песни. То есть, стихи ты непосредственно кладешь на музыку, или музыку на стихи, что первично, одновременно происходит. То есть, я иду, и вот, подстрочка, и она сразу уже с мелодией. То есть, я сразу понимаю, что это песня. А когда приходил стих, я сразу понимаю, что это стих. Это очень точно. Это есть полная, вот, градация, да? Да. Это песня, это стих. То есть, ни один свой стих я не переделал под песню. Угу. Вот. А песню, в принципе, то есть, некоторые мои песни, наверное, можно прощать как стихи, но когда я читаю свои песни как стихи, я забываю слова. Да, то есть, если я не подглядываю, то я не помню... То есть, когда подгибаю, все нормально. Но когда я пытаюсь прочесть песню как стих, это... Все. Да. А вот когда ты вот это варишь, вот это кофе варишь... Кстати, почему именно варить кофе? Объясню. Я недавно оставил себя на мысли, что когда я варю кофе, мне этот процесс абсолютно не мешает писать, если вдруг я что-то пишу. То есть, я варю кофе, и могу писать стих, и это меня не увлекает. А знаешь, что я тебе скажу? Это предмет малого круга называется. Он освобождает тебя от всех зажимов, да? Это действие какое-то выполняешь. Я же задумался на эти дни. Выполняешь какое-то действие. Я когда начинали нашу передачу, я очень сильно волновался, было куча зажимов, знаешь, как, что себя вести. И я придумывал предметы малого круга. У тебя сейчас предмет малого круга, вот такие этих сахара, которые ты теребил, вот так вот. Да, да, да. Ты теребил, и он тебя успокаивает. Вот так и кофе. Ты варишь, 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 и ты освобождаешь. У тебя, вот как подкорка, все эти вот комплексы твои уходят, и у тебя появляется муза. Душа освобождается, и что-нибудь гнетет, и ты придумаешь стихии. Ах, этот запах, аромат, как кофе и ванили. Про кофе пока не продумывал. Хорошее начало. Заходите, может, придумаешь что-нибудь вместе. Ну, может быть, знаешь, как творческие люди, они талантливые во всем. Вот я хотел задать вопрос. Ты когда варишь, ты кому-то, вот клиент заказал тебе кофе, ты ему подаешь кофе со стихами? Случалось. Случалось, да? Недавно ко мне заходил один потрясающий человек, вот, сейчас как, Александр Шишкин, по-моему. Александр Шишкин. Александр Шишкин. Ну, ну, ну. Я варил ему кофе и читал. И вы знаете, ему... Знакомая фамилия, но не помню. Но он не в этом делал. Да, поэтому, наверное, он и задал этот вопрос. Наверное, поэтому... А не можешь вспомнить, какое стихотворение ты ему прочел? Я помню. Помнишь? Да, это было... Это было мое крайнее стихотворение. Я только недавно его придумал. Буквально недели две, что ли. Я постоянно его кручу в голове, и я собираюсь его прочитать на концерте. И по названию этого секрения называется программа. Программа следующих концертов называется «Мой алтарь». Вот. И я подумал, раз уже зашел Александр Шишкин, порепетирую-ка я немного. И вот, видите, порепетировал. И ты над ним издевался, да? Репетировал. Нет, я от души старался прочесть. А можно прочесть вот сейчас нам в студии для зрителей? С удовольствием. За какой половиной стола находишься ты? Спор, порождая истину, напрочь забывает о споре еще. И пока мы решали, для чего друг другу нужны, подошву стирали со время. Сминаю действительно стоящих. Все наглядно, доходчиво, по слогам. На скрижале сердца рождением вышит. Жизнь, пульсирующая фемиам. И его замедление слышат. Трачу время на время с самим собой. Я, любимый гость своей кухни ночью. Ей, похоже, невыносимо одной. И она без ума влюблена в мой почерк. Оттого абсолютно не требуем взды. Не боясь остаться без хлеба с солью. Она ко мне не впускает сны. Пока я пишу, расставаясь с болью. Безвозмездность, кстати, речайший дар. Лишь немногими по большим потерям. Вроде крыл, что недолго носил, и кар. Вроде шанса помочь себе стать добрее. Я цепляюсь за перелетных птиц. По весне лишь в их плотной стае. В этом гомоне дух столицы. Что тебя со мной обожали. Я смеюсь, снега проходящих зим. Моя крепость кухня стоит на страже. Мой алтарь уходящих сил наполняет и лечит даже. Все-таки лечишь? Думаю, да. Надеюсь, надо. Такое ощущение. Опять это стихотворение меня просто повергло в какие-то философские раздумья. Ну, то, что ты светлый человек, что ты любишь людей, они тебе отвечают тем же. Да. Честно сказать... Но злых людей встречаешь? Как у тебя отношение к темным? Ну, как к темным? Людей, которые в напряжении. Что хочется первым сделать? Я... Понимаете, Александр, вынужден признать, что... Или таких встреч не бывало у тебя еще? Они бывали, но я их не запоминаю. Они, во-первых, нечастые. Во-вторых, они как-то отходят. Да, я не могу вспомнить. Рисуешь? Нет, к сожалению. К сожалению, нет. К сожалению, я не рисую. Я не рисую. Летаю. На параплане. Фух, я думаю. Знаешь, ты прокрыли в стихе, говорил, знаешь, так, задать тебе вопрос про ангелов, веришь ли в ангелов, что они здесь находятся, что они контролируют ситуацию, что они спасают наши души. Летаю. Ага, как, вот сейчас опять получилось, да? Притяжение. Супер. А знаешь, мурашки по телу. Ну, а ты летаешь, это давно? Ну, лет пять, что ли. Лет пять, да? Уже профессионально или? Ну, профессионально. У меня свой купол, а время от времени, когда есть погода. Ну, прям с самолета? Нет. А это с горы, да, спускается парапланчик, да, такой? Да. Только это как бы, это как спортивный парашют на основе. Его поднял против ветра и ушел. А что ты чувствуешь там, когда летишь? Ты же летишь на уровне птичьего полета. Кстати, самый такой полет, когда вот купола, да? Ага. Это же птичий полет. Ну, да. Весты, купола и полная тишина. Дальше холодно. Ну, да. А здесь очень уютно. Что? Приходят стихи? Там я абсолютно ни о чем не думаю. Ни о чем, ничего, не может быть чувствую что-то, но там я полностью… То есть, если люди, занимающиеся медитацией, рассказывают, что есть такие состояния, когда ты ничем не думаешь, там я ничем не думаю. И после этого я как обновленный. Мне это лечит. Может, это действительно медитация очищения? Ты уходит что-то ненужное, да? И ты как пустой бока сосуд готов уже принимать новую информацию? Наверное, да. Ага. У меня есть пара строк на этот счет о парапланиризме. Только за? Только за. Я написал не там, а тут как бы. Пытаюсь передать ощущения. Часто спрашивают люди, а что там, а как, а почему? Это же там небезопасно, то все. Это был стих уже или что? Нет, это я… Уже мы начинаем путать, да? Стихи и слова. Это были просто словом. Часто спрашивают, как там, тут, небезопасно ли это. А я дергаю за кольцо и говорю, все, привет вам. На углу, смотри, как получилось. Йоу. Да, видите. Слова такие. Разложенный купол на склоне застыл, с землей прощаясь как будто натянуты стропы, и ждать нету сил. Рывок и открыты маршруты. Стихи верна парашютная ткань в удачу. Каждый здесь верит. И ты норовишь ощутить эту грань, терпение стихии пытаясь замерить. Браво. Очень щекотливое ощущение, кстати. Слушай, ну очень у тебя они иллюстративные. Действительно, это честно. Честно ты проживаешь каждую строчку, каждое слово. Ну, знаешь, помнишь у Чехова? Чехова. Музыку пригасить. Спасибо большое. Все-таки гитара. Да. Ну, раз она уже здесь со мной, то надо спать. С тобой, да. Музыку сейчас нас как раз собирается пригасить. Пригасить музычку. Это сейчас будет песня. Да, это я спою песню. Когда гитара есть, ты можешь спеть песню, не забывая слов. Да? Ну, я надеюсь, что я не забуду. А хоть аккордик возьми, возьми какой-нибудь аккордик. Какой-нибудь. Только аккорд и музыка. И музыка. Вот видишь? Смотрите, как интересно. Все четенько, четенько. Эта песня, она без названия, то есть так. Вообще без названия. Просто песня, да? По первой строчке, да. Да, по первой строчке. Я, пожалуй, начну. Давай. Расскажи мне, как сходят с ума. Отмолчаливо. Дыхание в трубке. Расскажи ты, знаешь сама. Как ни в чем на порой предрассудке. И в наш век неумеренной лжи. Лишь молчание особенно ценно. Лишь молчание слагают мечты. Лишь мечтать, наверное, не вредно. Вредно жить и дышать, и смотреть в облака. Сняв забрало розовых лиц. Вредно верить, что жизнь очень проста. И ослабить ее стропой в бриз. И среди километров оборванных струк. И сотен недосказанных слов. Я твой образ, как воздух, в лицах ловлю. То и дело сбиваясь с ног. То и дело сбиваясь с назначенных дел. Покеда мечтой за мечтой. Если смысл имеет грани предела. Я давно вышел за Рубико. Расскажи мне, как в штиле найти. Не обузданных бурей стремлений. Расскажи, как не гаснув стихи. Тех, кого потопило время. Да я знаю, среди чепухи. Верой в дружбу и вечной страстью. Что-то душам дарят мечты. Наполняя их светлой властью. И пока с меня в общем Никто не спросил, Для чего я вдыхаю любовь. Я живу, потому что Мне больше сил Отравлять верой в смысл крови. Я живу, потому что В назначенный срок За долги пустоте плачу. Пустота — это время Неопознанных нот. Время же под лицу плачу. Расскажи мне, как сходят с ума. От молчаливого дыхания в трубке. Расскажи, ты ведь знаешь сама, Как никчемны порой предрассудки. И в наш век неумеренной лжи Лишь молчание особенно ценно. Лишь молчание слагают мечты. Лишь мечтать, наверное, не вредно. Браво. Спасибо. Скажи, я наход... Ну, ты вот этой песне На многие вопросы уже даже ответил. Хотел задать, ты бунтарь или романтик? Ну, ясно, что ты романтик. Ты... Или как? Или что? Случается по-разному. По-разному? Да. Ну, значит, что больше любишь? Свободный стиль в одежде? Либо смокинги, галстуки? Ну, даже не заполись. Ну, наверное, суббота, да. Суббота для меня это как-то... Вообще не... Ну, надо выглядеть чисто и аккуратно. Чисто и аккуратно. Вот для тебя чисто и аккуратно. Я люблю чисто и аккуратно выглядеть, да. Ага. Вы знаете, что-то... Ну, вот эта песня, мне вот четко, значит, закрыть глаза и манера исполнения, и мелодика «Машина времени» наложилась, да? Вот такая 80-е годы, вот такая романтика. А вы знаете... А ты родился где? В Кишиневе здесь? В Кишиневе, да. В Кишиневе родился. Да, во втором, по-моему, роддоме. Во втором роддоме? Да, представляете. Это на Керченской, да? Это, по-моему, где мост... Мост, ага, да, вот там. Кстати... 83-й год, да? У меня, знаете, когда я пришел на программу, какое-то желание возникло, прощайся, один стих. Небольшой такой стих. Причем он не имеет отношения к тому, о чем мы говорили, наверное, о том, о чем будем говорить дальше. Ну, вот есть позыв. А когда стих просится... Да, надо обязательно сказать, потому что там горло, чтобы не болело. Наверное, да. Может быть, для кого-то из людей, которые будут смотреть эту программу, он будет ценен. А стих этот называется «Стих нерожденного ребенка». День приходит на рассвете, на закате ночь. Все мы в жизни этой чьи-то дети. Кто-то чьи-то сын, а кто-то дочь. В равновесии находятся стихии. Не продлить их, не остановить. Ну, неужели, мама, вы забыли, что не вправе что-то изменить? Нарушать гармонию не стоит. Что дано, то следует хранить. Я глаза на счастье вам открою. Лишь до осени позвольте мне дожить. Я спою песню сейчас. Блин, ну, это просто гениально. Сейчас наша программа плавно перейдет в концерт. Так люди, которые меня приглашают, бывает, куда-то, ну, какие-то праздники, дни рождения и так далее, еще частенько отмечают, что праздники плавно переходят в мой авторский концерт. Это все нормально. Это замечательно, понимаешь, потому что тебе есть что сказать. Тебе есть что дать людям. И самое главное, ты заставляешь успокоиться. У тебя есть вот эта замечательная аура человека, света. Действительно, ты светлый человек. Я благодарен судьбе, что она свела меня. Значит, ну, просто так ничего не бывает. Да, мы должны были встретиться, и ты должен был это в очередной раз доказать, что есть люди, ради которых стоит жить. Есть люди, которые помогают нам жить. Люди, когда ты просыпаешься, да, а есть же такой человек у нас в Кишиневе, который дарит вот эту вот теплоту, наполняет сердце и душу вот этим светом уверенности. Уверенности и любви, гармонии. Боже, замечательно. А что ты хотел спеть сейчас? Да есть, написано. Знаете, я... Вот хочется, опять же, я тебя перебью. Вот, ты прочитал стихи, пошла музыка, не хотелось тебе останавливаться, но ты сам остановился. Ай-яй-яй-яй. А народ потом будет писать письма, что происходит. Урезали, подрезали, что случилось. Что случилось, ребята, все по честному. Все по честному, давай. Здесь было так, как есть, да. А некоторое время своей жизни я прожил на расстоянии от Молдавии. На расстоянии-то как, в тюрьме было? К счастью, нет. Я прожил на расстоянии. Несколько лет строгого режима. Слава богу, все хорошо в этом отношении. И, вы знаете, я очень сильно скучал. Вот, и я понимаю сейчас, что я не представляю своей жизни без Молдовы. Ух ты! Очень не люблю. Ух ты! Да. А песня называется «Теплая осень». Когда свиницы превратятся в журавлей, и мир вернется в состояние покоя, Я прихожу себе седлать коней, и вновь волос твоих коснусь своей рукой. «Теплая осень» опустилась на плечи до более знакомых домов. И город застыл в ожидании встречи. Скоро Москва, Кишинев. А из окна запотевшего видно, дворняга сметает хвостом опустошенные желтые листья, От тоски зачищая пером. Не уйти, никуда не деться. От тоски не укрожь сердце к островам. Прикоснуться можно, но забыть землю невозможно. И не то, чтобы меня опьянил этот воздух, Хотя решим, полный грудь и душу. Я, наверное, понял, как счастье просто, жаль, в несчастье его нахожу. Недописанность строк, недопедость песен, Недолюбленность сушит сердца. И кто знает за что, Бог нам дарит встречи, Где мы вновь обретаем себя. А ведь чьи-то слез не разбавит горечь. Позвонись, не позволит совесть. Все пройдет, никуда не деться. А пока зачищает сердце. Теплая осень, что пустилась на плечи до более знакомых домов. И город застывший в ожидании встречи. Скорого Москва-Кишинев. Прекрасно. Ты знаешь, вот я слушал эту песню, И в одной из передач с Геннадием Шатовым, Который тоже был в гостях у нас в передаче, И ему задал вопрос, правда ли, что мы сами выбираем то место, Где должны появиться на свет родители, И все, 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 все. И это действительно Божий промысел, умысел, Как это правильно сказать? Чтобы мы родились именно здесь и что-то сделали. И это большая трагедия, когда мы покидаем родные края. Дорогие друзья, не оставляйте то место, Где вы появились на свет. Где вы сделали первый вдох, Почувствовав этот сладкий воздух Молдовы, Этот аромат и вибрацию земли. Мы всегда будем рады, Чтобы вы, как перелетные птицы, Вернулись домой, в гармонию, В то место, где вы сами выбрали появиться на этой планете. У меня есть немножко секретарей на этот счет. Ну! Видишь, как меня понесло. Да, все, иди. Самые большие расстояния Неизучены светилами земли, Как холодным звездам подражания. Расстояние между близкими людьми. Его можно встретить в переполненных, До отказа в станциях метро. Здесь оно особенно огромное, В равнодуши к тебе лиц обращено. В письмах между строк отображается, В разговорах между фразами живет. В расстоянии, расстояния удлиняются. И обратно все сильнее зовет меня. Блин, прекрасно. Просто замечательно. Я, знаешь, ну, действительно, Можно было бы сделать передачу, Полностью посвятить твоему творчеству, Но это была бы другая передача. Да, другая передача. Да, ну что, да, гитара, да? Да, да. А то сейчас наша передача, я же говорю, Но все равно мы изучаем тебя, Опять же, как книжку. Скажи мне, твой любимый фильм? Мне нравится... Это быстрый вопрос. Мастер Маргарита, вот новая, Которая сейчас, где без рук, Снимается. Хорошая постановка. Я думаю, мне нравится. Много раз присматривал. А саму книгу читал? Много раз. Много раз. Да. Есть книги, которые читаю много раз. Да, какие? Каждый раз, вот Мастер Маргарита, К примеру, я перечипывал ремарк, Несколько раз, Триумфа Маркова, Почему-то особенно. Почему-то, да? Причем, это была первая книга ремарка, Которая мне было лет 17. Ну, мне связано с возрастом 17 лет. Я не признавался. Но ты вышел, Это был первый момент познания мира. Наверное, да. Я тебе скажу, что я в 17 лет впервые прочитал, в школе не мог, а впервые прочитал «Преступление и наказание». Причем, проглотил эту книгу. Чувствовал отвращение к Достоевскому, но потом он стал одним из моих любимых авторов. Представляешь ли, это тоже, у меня тоже выход был. Всему свое время, обратите внимание. Да. Например, Бродского я открыл на себя года два назад. Вы понимаете? Да. Ну, у нас еще впереди очень много времени, чтобы открыть этот мир. Да. Но пока, друзья мои, немножко любви, немножко душевной теплоты от Андрея Бурды сегодня на 21 канале, в передаче «Лицом к людям». Смотрите нас на 21 канале. Мы желаем вам мира, благополучия. Оставайтесь с нами. Оставайтесь в этой прекрасной стране. Творите. Любите. И все у нас будет хорошо. Есенний дождь тает в теплых водах, В моей душе замеряя мель. Он знает, кто я, он брат свободы. И с ним, конечно, на ты апрель. Мой друг сегодня с тобою вместе. Моя душа, значит, я с тобой. Пусть завтра нашу услышат песню. Все те, кого оглушила боль. Моя душа, я с тобой. Пусть завтра нашу услышит. КОНЕЦ. Пусть завтра нашу услышит. КОНЕЦ. Пусть завтра. КОНЕЦ. Продолжение следует...